Так, коллеги, перерыв завершается. Пожалуйста, включите режим регистрации. Продолжение следует. Обращение Государственной Думы к членам Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, парламентов государств Европы, докладывает Алексей Александрович Пушков. Продолжение следует. Мы прекрасно понимаем, что сейчас Европа и вся система отношений на европейском континенте переживают очень серьёзный кризис. Кризис этот двоякий. С одной стороны, есть силы, которые пытаются максимально ограничить политическое взаимодействие между Россией и европейскими странами, прежде всего, странами Евросоюза. Эти попытки ограничить политическое взаимодействие вылились не только в санкции против целый ряд депутатов и руководителей Государственной Думы и Совета Федерации, но и выразились в фактическом прекращении межпарламентского сотрудничества между рядом стран Европы и России. И фактически мы сейчас можем по пальцам перечислить те государства, которые поддерживают межпарламентское сотрудничество с Россией. И то очень часто это делают депутаты оппозиции вопреки точке зрения руководства соответствующих парламентов. Вторая причина состоит в том, что сейчас со стороны наших противников ставится под сомнение сохранение всех принципов послевоенного мира. Вот сейчас, в 70-ю годовщину победы над фашизмом, мы видим, что на принципы послевоенного мироустройства идет активное наступление. И в частности ведется атака на общепризнанные исторические факты. А это не безобидно. Через общепризнанные исторические факты, если их изменить, то возникнет новая политическая реальность. Суть состоит в том, чтобы отрицать за Россией решающую роль в победе над фашизмом. И пробные шары такие вбрасывались раньше, а сейчас мы видим уже переход к прямому искажению истории. Все вы знаете о заявлении Иценюка, все вы знаете о заявлении министра иностранных дел Польши Схитыны. И эти попытки будут продолжаться. В этих условиях мы считаем необходимым вернуть европарламентариев к осознанию того, что те принципы, на которых строилась и строится послевоенная Европа, они являются ключевыми для ее дальнейшего существования. Мы не хотим позволить, чтобы 70-летие победы над фашизмом было превращено в праздник русофобии. А желание у целого ряда политических деятелей и представителей антироссийских политических кругов такое и есть. Вместе с тем в Европе достаточно сильны и позиции других сил, которые отдают должное России, которые признают наш вклад в победу над нацизмом, которые считают, что это является неприходящей ценностью, и что сотрудничество между нашей страной и теми силами в Европе, которые боролись против Гитлера, это прочная основа для политического развития европейского континента. И вот к этим силам тоже в значительной степени обращено наше послание. Я только что находился в Париже на последнем заседании одного из комитетов перед пленарной сессией ПАСЭ, которая начнется в следующий понедельник. И должен вам сказать, что настроение французской делегации достаточно однозначное. Примерно четыре пяток французской делегации намерены голосовать против возобновления санкций в отношении России. Близкие позиции занимают целый ряд депутатов таких стран, как Австрия, Италия, Испания, Греция, Кипр, Венгрия, Финляндия, Азербайджан, возможно, некоторых восточноевропейских государств, Чехия, Сербия, безусловно. Ну и можно этот ряд еще перечислить. В этих странах исходят из того, что сводить всю европейскую политику к украинскому кризису, сводить все внимание Европы к истерическим заявлениям, которые раздаются из Киева и которым доверять в полной мере нельзя, как отмечают очень многие европейские политики, это было бы не просто ошибочно, это было бы преступно по отношению к европейскому будущему. Поэтому мы считаем, что в Европе есть разумные силы, а не только представители антироссийского и русофобского блока. Эти разумные силы присутствуют и в ПАСЕ. У них есть понимание необходимости сохранения сотрудничества с Россией, и мы надеемся, что эта точка зрения возобладает при возможном голосовании по вопросу о полномочиях российской делегации. Суть нашего обращения – это напомнить о совместной борьбе против нацизма, актуализировать тему необходимости противодействия нацистским тенденциям в современной Европе, а такие тенденции, увы, есть, и мы это видим воочию, прежде всего, на Украине. И обратить их внимание на то, что в год 70-летия Победы Европа оказалась на очень опасной грани, и поэтому этот год в значительной степени переломный. От европарламентариев во многом зависит, чтобы этот год стал не годом конфронтации и разъединения, а годом восстановления доверия и объединения усилий в интересах единой демократической, антифашистской и безопасной Европы. Мы надеемся, что наше обращение будет правильно воспринято теми конструктивными реалистическими силами, которые, безусловно, существуют на европейском континенте. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по докладу? Нет, желающие дополнить выступление? Нет. Василий Николаевич Лихачев, пожалуйста. Сергей Евгеньевич, Иванович, уважаемые коллеги, фракция поддерживает представленный документ, рассматриваем его как объективный, как затребованный временем. И я хотел бы сказать, что мы, наверное, к этим документам, к этим политическим оценкам должны в большей степени прилагать усилия прикладного характера, свойства. Мне кажется, что тема кризиса, которая очень активна, кризиса международных отношений, международных организаций, в том числе парламентского направления, которое очень активно прозвучало в 2014 году, не сменило своей актуальности, не сменило свое звучание и в течение первых трех недель 2015 года. Та критическая масса, которая формировалась на протяжении последнего десятилетия международных отношений, связана с международно-правым нигеризмом, с применением политических стандартов, общер по юридическим конструкциям, разного рода фобии, включая русофобию, все это тот самый отрицательный капитал, антипозитив, который не создает благоприятных предпосылок для прогрессивного и устойчивого развития современного международного сообщества. С нашей точки зрения ситуация настолько назрела, настолько подошла к пику допряженности, настолько она активно вулканизирует и двусторонние, и многосторонние отношения, что с моей точки зрения назрела необходимость проведения на площадке Организации Объединенных Наций совещания руководителей, высших руководителей пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности. Этот разговор перед международным сообществом, перед совестью, перед конфессиями, перед разного рода общественными организациями должен состояться. Мир должен услышать, что сегодня ведущие страны, входящие в пятерку СБ, собираются предпринимать. Какая роль с этой точки зрения отводится парламентской дипломатии? Мы все как-то уже в суете привыкли отмечать рост парламентаризма, роль парламентской власти, все правильно. Но мы также видим, и об этом Алексей Константинович сказал, что на парламентском треке происходят очень серьезные разрушительные тенденции. Буквально совсем недавно по заданию Сергея Евгеньевича мы имели закрытые встречи с депутатами Бундестага в Берлине. И когда я предложил, говорили тогда о проблемах европейской безопасности и Украине, я предложил создать тандем России и Германии, прежде всего парламентский, в ответ от наших коллег я услышал, а тандем предполагает лидерство. Как вы считаете, господин Лихачев, кто будет первую скрипку и первое место играть в этом тандеме? Однозначно было указано то, что именно Германия, как лидер Европейского Союза, претендовала и будет активно претендовать на эту роль. Представляется, что это обращение должно быть услышано, особенно накануне очень трудной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, куда наша делегация вылетает в воскресенье. Хочу пожелать на этом фоне им активной, плодотворной, принципиальной работы, помятуя о том, что дорогу осилят идущие. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Следующий, 12-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об архивном деле в Российской Федерации. Григорий Петрович Ивлев, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об архивном деле предполагает законодательное закрепление положения об установлении особенностей хранения документов по личному составу. Это личные дела, ведомости о начислении заработной платы, лицевые счета. В соответствии с действующими правилами, организации хранят их 75 лет, прежде всего для документационного обеспечения пенсионных прав граждан. Объем таких документов огромен. На 2009 год только в организациях, являющихся источниками комплектования государственных муниципальных архивов, хранилось более 122 миллионов дел по личному составу. 33 миллиона дел было принято в архивах с 1991 по 2009 год в результате массовых ликвидаций организации. Сократить эту массу можно, так как сейчас осуществляется полный переход к порядку подтверждения страхового стажа граждан для персонифицированного учета. В соответствии с федеральным законом об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования в настоящее время создана и ведется информационная база индивидуального персонифицированного учета, пополняются ее сведения в отношении каждого застрахованного лица в период его трудовой деятельности. Начиная с 2003 года созданы все необходимые условия для назначения в будущем трудовой пенсии по старости. Расчет пенсии производится самим пенсионным фондом по собственным электронным базам документов и документов его ведомственных архивов. Таким образом, отпадает необходимость длительного хранения дуплетных бумажных документов о заработках граждан, ныне оседающих и в других архивах. Мы видим, что принятие закона о персонифицированном учете имеет не только утилитарное значение для назначения пенсии, но и влияет на все сферы нашей жизни. Поэтому законопроект предусматривает и сокращение сроков временного хранения документов по личному составу, созданных после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица. Сокращение с 75 лет хранения до 20 лет, то есть почти в три раза. Это позволит сохранить расходы на их хранение, и у нас появляются дополнительные площади для хранения документов. Одновременно законопроект предусматривает обеспечение длительной сохранности документов по личному составу за тот период времени, когда персонифицированного учета еще не было, то есть до 2003 года. Для документов, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также пенсии за выслугу лет, срок хранения остается прежним. Замечания, сформулированные Комитетом по культуре и правовым управлением, будут обязательно учтены по подготовке законопроекта ко второму чтению. Прошу одобрить. Спасибо, Григорий Петрович. Присаживайтесь. Содокладом выступает Зоя Михайловна Степанова. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты. Комитет по культуре рассмотрел проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об архивном деле в Российской Федерации. В настоящий момент срок хранения документов по личному составу, как сказал уже Григорий Петрович, в соответствии со статьей 22 федерального закона об архивном деле Российской Федерации, составляет 75 лет. В цели оптимизации в современных и сокращения физических объемов архивного хранения документов по личному составу, данным проектом федерального закона предусматривается сократить срок хранения документов по личному составу, созданных после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования до 20 лет. В настоящее время создана и ведется информационная база индивидуального персонифицированного учета. Ее сведения пополняются в отношении каждого застрахованного лица в период его трудовой деятельности. Расчет пенсии производится самим Пенсионным фондом Российской Федерации по электронным базам данных и документов его ведомственным архивам. Информационная база индивидуального персонифицированного учета разработана в полном объеме в 2003 году и отражает трудовые отношения работника и работодателя поощрения, присвоения. Поэтому законопроект предлагает срок хранения документов по личному составу, созданных до 2003 года, когда учет персонифицированный не осуществлялся, оставить прежним 75 лет. Кроме того, для документов, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, то, что сказал Григорий Петрович, и пенсии за выслугу лет, также остается срок хранения 75 лет. По мнению правительства Российской Федерации, сокращение сроков временного хранения документов по личному составу с 75 лет до 20 лет позволит сократить расходы на их содержание в государственных и муниципальных архивах, в архивах органов государственной власти и местного самоуправления, организациях, независимо от формы собственности. Кроме того, в данных архивах появятся дополнительные площади для приема документов постоянного хранения. Согласно статье 3 Федерального закона об архивном деле в Российской Федерации, к документам по личному составу относятся архивные документы, отражающие трудовые отношения работника с работодателем. Такими документами являются приказы, распоряжения, личные дела, счета работников. В перечень документов по личному составу входят документы, по которым работник может подтвердить не только стаж и заработную плату, сведения по которым собирают органы Пенсионного фонда Российской Федерации, но и другие юридические документы, которые отражают трудовые отношения работника и работодателя. Это поощрение, присвоение знаний, аттестация. Поэтому на Комитете по культуре мы подняли вопрос о том, что в тексте законопроекта следует рассматривать не все вышеназванные документы по личному составу, а только связанные с Пенсионным обеспечением граждан. При установлении срока хранения документов по личному составу необходимо дополнительно осмотреть вопрос и о том значимом сокращении с 75 лет до 20. Кроме того, ко второму чтению Комитет посчитал бы возможным отразить, каким образом предлагаются новые особенности хранения документов по личному составу будут применяться в двух субъектах Российской Федерации Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя. На законопроект получено 33 положительных отзыва от законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, а также отзывы от высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 36 положительных, и 7 содержат замечания. С учетом вышеизложенного, Комитет по культуре считает возможным поддержать концепцию принятия данного закона в первом чтении, просит депутатов поддержать принятие данного закона проекта, и партия «Единая Россия» также будет поддерживать принятие данного закона в первом чтении. Спасибо, Зоя Михайловна. Есть ли вопросы, коллеги? Есть включить режим записи на вопросы. Режим записи на вопросы включить. Покажите список. Хорошо. Сначала по ведению. Николай Иванович Макаров. Иван Иванович, по седьмому вопросу ратификация договора с Абхазией депутат Поддубный голосовал за. Прошу учесть. И по ведению Алексея Петровича Изубов. Уважаемый Иван Иванович, то же самое по седьмому вопросу депутат Изубов голосовал за. Прошу учесть. Переходим к вопросам. Дмитрий Иванович Савельев. Григорий Петрович, скажите, а исходя из каких критериев был выбран именно такой срок, 20 лет, пояснительная записка к законопроекту этих причин не раскрывает? Спасибо. Иван Иванович, разрешите на этот вопрос ответить руководителю Росархива Артизова Андрея Николаевича. Пожалуйста. Это сделано было потому, что, чтобы был переходный период, безопасности, так скажем, персонифицированный учет в 1996 году запущен был в нашей стране, закон тогда был принят, и взяли вот 7 лет переходного периода для подстраховки, чтобы еще 7 лет документы по личному составу 85 лет хранились. Спасибо. Елена Григорьевна, Тропека. Если можно, тоже к Андрею Николаевичу вопрос. Андрей Николаевич, у нас положение о пенсионном фонде в законодательстве как бы не прописано, нет гарантии сохранности именно бумажного варианта. Не может ли случиться, что потом, со временем эти документы, по сдавлению правительства или каким-то другим документом, будут ликвидированы? Потому что в законе сегодня нормы об обязательном сохранении бумажных копий у нас не прописаны. Елена Григорьевна, мы ведем речь о документах временных сроков хранения, во-первых, я хочу сказать. То есть документы, которые никогда не хранились вечно. Все, что касается носителей, на каком носителе, на бумажном или на электронном, это самостоятельная тема. Сегодня, конечно, это не прописано в положении о пенсионном фонде, но сегодня действующая работа пенсионного фонда предусматривает и тот, и другой носитель. И у нас по всей стране развернуты ведомственные архивы, построенные во всех субъектах Российской Федерации, пенсионного фонда, исключая Крым и Севастополь, но что здесь совершенно справедливо Зоя Михайловна Степанова сказала. И поэтому при доработке закона ко второму чтению, безусловно, придется этот закон не распространять на Крым и Севастополь, учитывая, что сегодня еще мы не имеем полной базы данных по новым гражданам нашей России. И, конечно, пенсионный фонд имеет, еще раз говорю, ведомственные бумажные архивы и электронную базу данных. Что касается вопросов, связанных с тем, как дальше будет развиваться отношение между бумагой и электронными носителями, технологиями, это общий вопрос. Он касается не только документов пенсионных, он касается и документов парламента, и документов других органов власти, органов местного самоправления. Здесь наша позиция, я могу сказать, не торопиться. Мы, конечно, в процессе доработки ко второму чтению готовы будем вместе с вами, с депутатами, высказать соответствующие рекомендации пенсионному фонду. Во всяком случае, они решения по составу своих документов должны согласовывать с нами. Мы такие вещи им не согласовывали. Спасибо, Андрей Николаевич. Щепинов Максим Александрович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Григорий Петрович, скажите, пожалуйста, вот несколько раз в пользу принятия этого законопроекта был озвучен аргумент о сокращении бюджетных расходов. О каких деньгах, собственно говоря, речь идёт? Спасибо. Мы посчитали, что если не будем менять закон, то речь идёт о том, что нам для хранения этих документов необходимо 4,5 миллиарда рублей на тот период хранения, который предусмотрен этим законом. Если же мы будем ещё ведь от документов некоторых избавляться, мы сэкономим, впрямую сэкономим на прямых расходах ещё 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это затраты, которые очень существенны для архивных организаций. И обращаю внимание, что касается экономии не только муниципальных, государственных архивов, но и самих организаций. Ведь сейчас требования к организации по хранению тоже есть. Спасибо. Черкасов Кирилл Игоревич. Спасибо, Иван Иванович. Григорий Петрович, вопрос. В продолжение коллеги Щепинова. Мы говорим просто о расходах, но понимаем, что в архиве очень большое количество людского труда. То есть это работают люди. И не повлечёт ли данный закон сокращение, потому что, не знаю, как здесь, в Москве, но в регионах вот эти ставки, они, наверное, не такие, большое количество. И специалисты, которые там работают, работают много лет. И было бы, наверное, очень обидно, так же, как сейчас был пример Почта России, когда сокращаются люди, имеющие очень большой опыт, но их просто выгоняют на улицу, им тяжело найти новую работу. То есть этот закон не повлечёт сокращение вот таких ставок. Спасибо. Кирилл Игоревич, я Вас могу смело заверить, что никакого сокращения муниципальных архивистов этот закон не повлечёт. Наоборот, они больше будут заняты тем, чем необходимо им заниматься. Не сохранностью пенсионных документов, которые должен пенсионный фонд обеспечивать, и не дублированием их работы, а ответом на те запросы и те вопросы, которые к ним поступают от граждан. Своей основной профессиональной работой. Спасибо. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо, Иванович. Григорий Петрович, при обсуждении этого законопроекта на фракции ряд моих коллег говорили о том, что вообще уничтожить-то всё легко, а почему не прежде всего говорить о цифровании этих активов и всё-таки сохранении бумажного носителя, потому что когда мы говорим об уничтожении важных документов, то обычно уничтожили, как говорится, концы в воду, а потом будем кое-что чесать и думать, зачем же мы это сделали. Тем более, что 75-летний срок, ну, наверное, за это время, наверное, бумага оборота в организациях увеличилась, но количество людей, живущих в России, это не увеличилось. И если говорить о документах по личному составу, то, в общем, 75 лет проходит, и бумаги выводятся из оборота. Всё-таки, повторюсь, почему бы ещё раз не поговорить о преимуществе оцифрования всей информации за 75 лет и текущих, и возможности сохранения образца на бумажном носителе, как того, что задокументирует всё, что нам необходимо. Спасибо. Оцифровка архивных фондов одной из основных направлений деятельности уже сейчас встала. И такая оцифровка происходит. Но оцифруются прежде всего наиболее ценная часть архивов, наиболее историческая часть архивов. Эта работа проводится, как и перевод на вообще электронный документооборот в целом. Обеспечена целая программа принятия документов на электронных носителей, созданные специальные организации, куда такие документы отправляются сейчас на хранение. И для нас, конечно, это направление будет продолжено. Что касается уничтожения документов, то они уничтожаются тогда, когда проходят специальную оценку, как ведомственной комиссии, в случае, если это документы не особо ценные, а особо ценные документы уничтожаются только тогда, когда это решение принимает межведомственная комиссия. Поэтому ценность документов является основой их хранения. Если какие-то документы ценные, то такие комиссии могут их и не уничтожать, они хранятся. Такого просто выбрасывания автоматического ни с одним архивным документом не происходит. Спасибо. Если желающий выступить, Нилов Олег Александрович. Уважаемые коллеги, наша фракция не будет голосовать за представленный законопроект, потому что самое, ну, может, не самое, но действительно очень дорогое для всех нас – это память. И если государство не заинтересовано по каким-то причинам эту память хранить, здесь, ну, я не хочу подозревать власть в том, что нет информации и нет вопроса, да? Нет человека – нет проблем. Вот всё из этой категории. И очень часто мы сегодня на приёмах сталкиваемся с такой ситуацией, когда приходят граждане, им начисляют минимальную пенсию, вот эту позорную, прожиточную, даже не прожиточную, даже для выживания позорную пенсию в размере там 5 тысяч с копейками. А всё остальное им говорят принесите информацию, где вы работали, сколько работали, как зарабатывали. И вот граждане носятся по городам, по предприятиям, и это становится их проблемой. А там архивы где-то сгорели, где-то затопило, информации нет, ну и говорят, ладно, тогда и перерасчёта пенсии вам нет. Вот здесь мы подозреваем, что именно такой замысел в том числе и есть в том, чтобы как можно меньше хранить необходимые документы. Но, кроме всего прочего, есть ещё и такой моральный аспект. Вот для примера скажу, что в этом году, когда все мы отмечали столетие Первой мировой войны, я нашёл дело своего деда, родного деда, который служил в Кронштадте с 1909 по 1917 год. И это дело, написанное писарем от руки, до сих пор хранится. И вот если бы мне предложили, окупи, пожалуйста, внук, дело твоего деда, я заплатил бы любые деньги. Но мне этого, конечно, не предложили, я снял копии, и то спасибо. Я говорю спасибо этим людям замечательным в архивах, которые это сохранили. Там настолько ценная информация, её невозможно по-другому никак оценивать. И то же самое с этими делами. Я, например, считаю, что кроме всего прочего, нужно в обязательном порядке ставить вопросы, я, возможно, поставлю и сделаю соответствующие поправки даже к этому законопроекту, с которым мы не согласны. По истечению срока эти документы, эти дела, я считаю, не должны уничтожаться. Нужно в первую очередь предложить самому гражданину либо его близким забрать это дело и хранить в своём личном архиве. Я считаю, добавьте от фракции. Я считаю, что это обязательная должна быть обязанность перед уничтожением проинформировать, сообщить гражданину и предложить вот такую форму продления, хранения его дела. А говорит, что у нас просто денег не хватает для того, чтобы осуществлять какие-то обязанности власти. Но мы скажем вам, мы много раз уже выступали и выступаем, и скажем вам, где взять деньги для того, чтобы хватало и на архивы, и на зарплату работникам архивов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому предлагаем не поддерживать представление законопроекта. Спасибо, Олег Анатольевич. Извините, что я неправильно ваше отчество назвал. Григорий Петрович, будете ещё раз выступать? Ну, коротко, пожалуйста, Андрей. Я очень коротко скажу уважаемым депутатам фракции «Справедливая Россия». Дело ведь в том, что этот общий вопрос, электронный или бумажный, потому что здесь вот были выступления за то, чтобы не торопиться отказываться от бумаги и в то же время за то, чтобы быстрее переходить на электронные вещи. Это так. Но всё это стоит, и жизнь должна решить, что будет более предпочтительно. Жизнь показывает, что рано или поздно всё равно будет большинство носителей электронных, бумажных будет очень мало. Но всё это будет, я говорю, постепенно. И второе, о чём бы хотелось сказать. Понимаете, никогда ещё архивы России не были такой организацией, которая бы не обеспечивала сохранность действительно ценных документов. У нас в 90-е годы это показали, да и нынешний век. И вот то, что вы приходите и находите основную информацию, это благодаря работе архивистов. Но мы, при всём том, что мы тоже считаем денюжки, мы не настолько богаты, чтобы в нашей стране иметь две дублетные системы. У нас есть дублетная система, которая в архивах хранится, и вот мы это сегодня сохраняем. И появилась вторая дублетная система в пенсионном фонде, только для пенсионного начисления фондов. И что же, нигде этого нет во всём цивилизованном мире. Что же мы, значит, будем и там это содержать, и там это содержать. Мы хотим с вами, чтобы приходящий в пенсионный фонд гражданин за, значит, начислением пенсии, потом, вместо того, чтобы пенсионный фонд сразу бы по своим базам данным определился и дал ему пенсию, какую, это другой разговор, но дал бы ему пенсию. А мы его хотим запустить по второму кругу, чтобы он ещё по всем архивам ходил, справки собирал и доказывал, извините меня, что он, так сказать, честный, и что он везде там работал. Вот пусть пенсионный фонд за своё дело отвечает, а государственные и муниципальные архивы за своё дело. Вот в этом и смысл этого закона. Мы благодарим депутатов за высказанное замечание. Я уверен, что общими усилиями вместе со всеми фракциями в процессе доработки закона ко второму чтению мы ваши, так сказать, опасения все нивелируем. Спасибо. Зоя Михайловна, будете выступать ещё? Нет. Выносим законопроект на час голосования. Тринадцатый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Докладывает Татьяна Николаевна Галиндеева, официальный представитель правительства, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты, целью обозначенного законопроекта является наделение должностных лиц таможенных органов полномочиями по осмотрению дел об административных правонарушениях в отношении физических лиц в рамках упрощённого административного производства, предусмотренную статьей 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который позволяет назначить наказание в виде предупреждения или административного штрафа в отношении физического лица на месте совершения правонарушения. Осуществляя таможенные и иные виды контроля, должностные лица таможенных органов непосредственно выявляют на таможенных постах очевидные и не оспариваемые физическими лицами нарушения таможенных правил. Например, когда физическое лицо в авиационном пункте пропуска провозит алкогольные или табачные изделия в количествах, превышающие разрешённые нормы. В настоящее время, в отличие от руководителя таможенных органов, нижестоящие должностные лица таможенных органов не имеют полномочий самостоятельно назначать административные наказания физическим лицам в упрощённом порядке. В связи с этим законопроектом предлагается наделить нижестоящих должностных лиц таможенных органов правом рассматривать административные дела в отношении физических лиц, что позволит им незамедлительно принимать решения по делу на месте совершения правонарушения. Одновременно законопроектом предлагается наделить правом рассматривать от имени таможенных органов в дела административных правонарушениях, совершенных физическими лицами, заместителей начальников таможенных постов, поскольку в настоящее время только начальники таможенных постов имеют такое право. Между тем, таможенные посты являются местами наиболее интенсивных пассажиропотоков, функционируют посменно, круглосуточном режиме. При таких обстоятельствах начальник таможенного поста в силу режима работы пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день или служебной необходимости не всегда может осмотреть дело в установленные сроки. Указанное будет способствовать оперативному осмотрению административных дел в отношении физических лиц и сократит время их нахождения в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Реализация законопроекта позволит своевременно выяснять обстоятельства по каждому делу и разрешать его непосредственно в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, что сэкономит бюджетные средства, не привлечет временных финансовых затадок для физических лиц, особенно транзитных пассажиров и настанных граждан, и не воспрепятствует их дальнейшим уследованиям. Принятие законопроекта исключительно важно для реализации таможенными органами функции по осмотрению административных дел в отношении физических лиц. Данный законопроект прошел в оценку регулирующего воздействия, согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Прошу поддержать, обращая еще внимание, что речь идет о административных нарушениях, не оспариваемых физическими лицами. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Николаевна. Содокладно выступает Дмитрий Федорович Вяткин. Дмитрий Федорович, уважаемый Иванович, уважаемые коллеги, Татьяна Николаевна максимально подробно объяснила суть законопроекта. Он действительно направлен на совершенствование кодекса в административных правонарушениях, уточняет перечень лиц, которые будут составлять протоколы по соответствующим видам правонарушений. Собственно, особых замечаний у комитета нет. Мы рассмотрели законопроект, считаем, что его возможно принять в первом чтении. Максимум, что мы в заключении указали, это то, что необходимо. Может быть, этот перечень должных лиц уточнить, но не более того, опять же, по согласованию. Просим поддержать решение комитета, принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Федорович. Вопросы есть? Включить режим записи на вопросы. Покажите список. Иванов Сергей Владимирович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемая Татьяна Николаевна, к сожалению, сегодня утром был показан по телевизору сюжет, как работники таможенной службы самостоятельно определяли, кто и сколько должен внести за нарушение прохождения правил таможенного контроля в аэропорту. И это очень печально. Не кажется ли вам, что подобных случаях не должно быть и не будет их, если мы вообще избавим ваших коллег от необходимости принимать подобные решения? Сергей Владимирович, по сути дела, в рамках осмотрения данного законопроекта о коррупционной составляющей вопрос всегда ставился на повестку дня, что не позволит ли это нерастоящим таможенникам, которые осуществляют контроль за физическими лицами, пересекающими таможенную границу, не увеличить ли это коррупционную составляющую? На этот вопрос мы всегда отвечали следующим образом. На сегодняшний день само наличие коррупционного составляющей, оно имеет место быть, и факт, о котором вы говорите, он как раз этому свидетельствует. Поэтому это совершенно две разные темы. Я уже говорила и пыталась объяснить, что этот законопроект касается очень несущественных наушений, которые осматриваются в упрощенном порядке. Все, что касается серьезных наушений страны физических лиц, это все будет проходить обычным порядком, заведением протоколов, административным наушением со всеми вытекающими последствиями. А что касается коррупционной составляющей, то это работа нашей службы собственной безопасности и на сегодняшний день во всех пунктах пропуска, особенно в лиционных пропусках, естественно, за нашими специалистами, которые осуществляют контрольные процедуры, существует определенный контроль, определенные наблюдения на предмет того, насколько они добросовестно исполняют свои должностные обязанности. Спасибо. Родин Владимир Романович. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемая Татьяна Николаевна, хотелось бы уточниться, как давно существует ныне принятый порядок прохождения таможни по этой группе вопросов, и что принципиально изменилось на сегодняшний день, что побудило выйти у вас с изменением порядка прохождения, рассмотрения правонарушения вот этой группы. Владимир Романович, на сегодняшний день статистика показывает, что, к счастью, все-таки несущественных нарушений стороны физических лиц значительно больше, чем существенных. Это связано с превышением ввоза товаров, сверхзарешенных беспорщенных квот. Естественно, у нас больше сконцентрировано внимание на повозе запрещенных ввозу товаров, каких-то долгостоящих вещей, там, предположим, часов, ювелирных изделий. У нас налажено определенные по линии правоохрана взаимоотношения со странами, реализующим там те же самые долгостоящие часы. Ну и, конечно, свозом наркотиков, которые скрываются различными видами, в том числе внутриполосными. Мы над этим работаем и привлекаем к этому соответствующие технологии и аппаратуру. Поэтому таких вот несущественных, как о которых я говорила, когда везут пару лишних бутылок вина или там блок сигарет, таких вот значительно больше. И на сегодняшний день очень часто, и это вызывает огромный негатив относительно таможенных органов, когда из-за таких мелких нарушений при наличии, вернее, при отсутствии начальника того или иного пункта пропуска, физическое лицо снимается с рейса, опаздывает на самолет, опаздывает на поезд и так далее. Такие факты были, и были жалобы обращения вплоть до президента Российской Федерации. Поведя анализ по статистике, я уже повторяюсь, мы выявили, что таких вот нарушений значительно больше. Мы считаем, что осмотрение на месте, когда, как я уже повторяюсь, участник ВЭД сам признается, что, да, действительно, он нарушил очевидные нормы, разрешенных к ввозу товаров, соглашается, и осмотрение дела в опрощенном виде, оно снимет ту напряженность, которой имеет место быть. Спасибо. Потапов Александр Владимирович. Уважаемая Татьяна Николаевна, у нас ряд высоких руководителей в последнее время, в том числе с экономической ситуацией, говорят, что, ну, очень много у нас в стране различных контрольных функций, много случаев штрафов, когда затрудняется фактически введение той или иной деятельности в стране. Вот у нас раньше, в 90-е годы, было слово такое в ходу, вратарь называлось, только это не тот, который в воротах спортивных, футбольных стоит, а который, скажем, пропускал груз или не пропускал и так далее. Вот не приведет ли на практике передача этих функций к более нежестоящим работникам, к росту злоупотреблений, несмотря на то, какие бы системы контроля вы не применяли? Микрофон включите. Смею надеяться, что, в принципе, здесь как бы не только вопрос ватаря, а вопрос, будем так говорить, законопослушности с двух сторон. Вы понимаете, таможенный орган инвестирует, являет таможнеисполнительный орган, который, по сути дела, контролирует исполнение того законодательства, которое существует в таможенном союзе и в Российской Федерации. Чем меньше наши физические лица будут осуществлять вот такие незначительные нарушения, тем меньше будет каких-либо и штрафов. Ну и по упрощенным делам ведь может быть вообще только предупреждение как таковое. То есть есть основания полагать. У нас, наоборот, ситуация, что тот же инспектор, который недобросовестно исполняет свои обязанности, он, наоборот, закрывает глаза на те нарушения, которые имеют место быть. Поэтому я думаю так, что это ни коим образом не поведет к увеличению вот этих самых нарушений. Мы, наоборот, наша позиция, позиция, предположим, руководств, федеральной таможенной службы, что если кто-либо нарушает закон, то они должны быть обязательно выявлены. Ну и будем так говорить, хотя за те или иные мелкие нарушения есть совсем несущественное наказание в виде некого предупреждения. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет. Выносим законопроект на час голосования. 14-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 2 закона Российской Федерации о средствах массовой информации и статью 14 федерального закона о рекламе. Докладывает Ольга Викторовна Тимофеева. Коллеги, добрый день. Вижу вас второй раз именно по этому законопроекту. Если можно, коротко еще раз, что мы предполагаем. Мы сегодня, исходя из цели поддержки муниципальных и региональных компаний, телевизионных компаний, которые вещают посредством не аналогового, а спутникового или кабельного вещания, предполагаем поддержать их, разрешив рекламу, но исключительно, если они вещают национальную продукцию средств массовой информации. Мы предлагаем внести изменения в сразу два федеральных закона. Статью 2 закона о средствах массовой информации, наполнив новым понятием национальная продукция средства массовой информации. Под этим подразумевается продукция, произведенная физическими и юридическими лицами по заказу наших национальных средств массовой информации, оплата за которые происходит не менее чем 50% наших местных средств. Мы учитываем все международные нормы и правила при введении этого нового наименования продукция средств массовой информации. Второе изменение, которое мы предлагаем нести, не отменить, а ослабить запрет, то есть разрешить рекламу на каналах, которые вещают посредством кабеля или спутника, если они вещают исключительно, как сегодня написано в законе, национальную продукцию средства массовой информации. Хочу сказать, что когда летом прошлого года мы в стенах Государственной Думы приняли запрет на размещение рекламы в кабеле или спутнике, логика закона была и логика остается, мы этот запрет не отменяем. Я еще раз повторюсь, нас как телезрителей сегодня заставляют платить дважды. Первый раз, когда мы подключаемся к кабелю или спутнику, и второй раз, когда мы смотрим рекламу. Если брать аналогию с обычными каналами, которые сегодня общедоступны, вы просто включаете канал и платите тем, что смотрите рекламу. Общемировая практика, общеевропейская практика, каналы, которые вещают в кабеле или спутнике, получают деньги с кабельных операторов. Рекламный рынок этого сегмента не очень велик. То есть, грубо говоря, по аналогии, вы производите фильм, и вам платят за продакшн, за то, что этот фильм будет транслирован. Вы производите сетевой канал для кабеля или спутника, канал о погоде, канал о детях, канал о природе, и вам платит оператор, который подключает его и транслирует через кабель или спутник. На сегодня этот запрет мы не отменяем, но вводим послабление. Послабление, в частности, для муниципальных и региональных каналов. Почему? Потому что на сегодня в стране действительно сложилась проблемная ситуация с рядом телевизионных компаний, которые вещают в небольших городах и в субъектах. Хочу оговориться, это затронуло не все субъекты в той или иной степени. Где-то из поля зрения выпал один или два канала, где-то выпали десять. Пример Татарстана, там большое количество каналов аналоговых перешли на современный способ доставки сигнала, перешли в кабель или спутник. И сегодня действительно оказалось, что зарабатывать рекламу они право не имеют, а кабель и спутник операторы требуют с них денег за подключение. На сегодня я хочу сказать, что мы промониторили, как общероссийский народный фронт, большое количество телевизионных компаний страны, региональных в первую очередь. Хотя закон разрешает сегодня отменить запрет на рекламу на всех уровнях, на уровне муниципалитета, региона и федеральном уровне. Но сегодня мы в первую очередь ставим во главу угла поддержку наших региональных и муниципальных каналов. Что произошло за эти полгода? На сегодня ни один из региональных и муниципальных каналов, чтобы вы понимали, не закрылся, хотя реклама запрещена. Но были найдены разные абсолютно способы. Ряд компаний ушли под крылья к мэрам и губернаторам, когда они стали получать государственные, либо муниципальные, либо региональные дотации. Но у нас есть нищие регионы, которые не могут, к сожалению, позволить себе содержать большой журналистский пул и большое количество каналов. Кто-то поменял форму собственности, стали, к примеру, акционерными автономными некоммерческими учреждениями, тоже перешли под крыло местной региональной власти. Но мы тогда поговорим об иждивенчестве. Нельзя стопроцентно оплачивать канал. Если он будет неинтересен, если его не будут продавать, то его не будут смотреть. Когда ты платишь за все, то ты, по сути, не заинтересован в том, чтобы твоя продукция улучшалась. Многие из каналов попытались получить лицензии на вещание в аналоге в регионе и начали вести переговоры. То есть вот за эти полгода, мониторяя ситуацию, мы получили огромное количество, в том числе и к вам, как к депутатам, были обращения, помогите ввести послабление в закон. На сегодня мы предлагаем это послабление и хотим попросить вас принять его очень оперативно, оперативно внести поправки, которые вы готовы были внести. И хочу сказать, что мы очень активно эти дни обсуждали этот законопроект, который мы предлагаем, с профессиональным сообществом. Когда мы сказали, исключительно наш национальный контент и реклама разрешена, или если вы хотите вещать продукцию иностранного производства, вещайте, но тогда зарабатывайте от кабельного оператора или спутникового оператора, здесь право выбора. Вы выбираете или первое, или второе. Мы преследуем две цели. Мы поддерживаем региональный, муниципальный, федеральный канал и вещающий нас контент. Мы хотим, чтобы рекламные деньги пошли на улучшение, на конкурентность. С другой стороны, мы поддерживаем социально-экономическое существование, потому что свыше 4000 региональных журналистов сегодня находятся под вопросом и ждут сегодня принятия нами решения. Ну и хочу честно сказать, что мы, рассматривая в Комитете по информационной политике все вопросы, которые возникали, мы уже видим предложения ряда профессиональных сообществ, ряда регионов, которые говорят, а давайте, к примеру, разрешим рекламу только на региональных и муниципальных каналах. Мы говорим, коллеги, это можно сделать, но возникает вопрос, а что делать с федеральными, почему мы ущемляем их. А давайте иностранный контент введем, к примеру, 50 на 50 или 75 на 25. Коллеги, мы профильное ведомство, которое будет считать, сколько местного контента, столько иностранного, во-первых, просто завалим работой, во-вторых, тогда нарушается логика. Если мы говорим, уважаемые господа, мы поддерживаем региональные каналы, которые вещают, местные новости, показывают беседы, рассказывают о местных товаропроизводителях, рассказывают о том, чем живут в этом регионе, о каком иностранном контенте на региональном канале мы тогда говорим. Мы сегодня преследуем цель сохранить информационный пул негосударственных СМИ, вещающих через кабели «Спутник». Я надеюсь на вашу поддержку, и мы очень оперативно ждем ваших поправок. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Викторовна. Леонид Викторовна, сейчас одну секундочку, мы один вопрос решим. Коллеги, при обсуждении повестки дня Михаил Юрьевич Маркелов предложил включить дополнительный проект постановления. Возражений не было, материалы готовы, но прежде чем их раздать, я все-таки предлагаю для чистоты, чтобы мы проголосовали о включении этого проекта постановления в повестку работы. Включите режим голосования. Кто за? Внимательно прошу быть. Покажите результат. Включаются. Прошу раздавать материалы. С одокладом по 14 вопросу выступает Леонид Леонидович Левин. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, Ольга Викторовна сегодня даже дважды всем нам подробно рассказала суть законопроекта, но вместе с тем, представляя позицию комитета, хотелось бы остановиться еще на ряде моментов. Законопроектом предлагается дополнить закон Российской Федерации о средствах массовой информации новым понятием национальной продукции, под которым понимается продукция СМИ, созданная российскими физическими или юридическими лицами на русском языке или других народов Российской Федерации. Также под указанной продукцией понимается продукция СМИ, созданная по заказу российского СМИ, в случаях, если российские инвестиции в производство данной продукции превышают 50%. Федеральным антипонопольным органам будет установлен порядок подтверждения соответствия продукции средствам массовой информации национальной продукции. Статьей 2 законопроекта вносятся корреспондирующие изменения в Федеральный закон о рекламе, направленные на уточнение порядка распространения рекламы в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе или с применением декодирующих технических устройств. В отличие от предыдущих законодательных инициатив, предлагаемый законопроект расширяет перечень каналов, которые смогут распространять рекламу. Данным законопроектом из-под действия запрета на распространение могут быть исключены региональные, муниципальные, а также каналы, вещающие на всю страну. Рассматриваемая инициатива коррелируется с недавно принятыми законами, например, закон об ограничении доли иностранного участия в российских СМИ и в целом продолжает заложенное президентом России направление на диавшеризацию экономики. Законопроект направлен на поддержку тех каналов, которые делают ставку на производство и распространение отечественного контента, но в то же время принятие законопроекта не повлияет на уход с отечественного рынка западных каналов, к которым привыкли многие российские телезрители, поскольку основной доход они получают от продажи контента. Также представляемый законопроект послужит поводом для производителей контента перейти в российскую юрисдикцию, что приведет к притоку капитала в отечественный сегмент обсуждаемого рынка. Комитет полагает, что его принятие, принятие этого законопроекта будет иметь социально значимый эффект, а также послужит поддержкой отечественного производителя продукции СМИ, в том числе средств массовой информации, которые реализуют социально значимые проекты. Комитет в целом поддерживает законопроект, однако у него есть ряд замечаний, которые мы планируем устранить в процессе работы над законопроектом. У правового управления Государственной Думы и Комитета Государственной Думы по экономической политике также имеется ряд замечаний юрико-технического и лингвистического характера, которые также могут быть учтены при доработке законопроекта ко второму чтению. С учетом вышеизложенного комитет предлагает принять законопроект в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Леонид Леонидович. Есть ли вопросы, коллеги? Есть включить режим записи на вопросы? Покажите список. Семенов Владимир Владиславович. Спасибо. Ольга Викторовна, вот буквально недавно, когда принимали противоположный закон, была просто баталия в зале. И вот те все аргументы, которые дважды вы сегодня повторили с трибуны, ровно все три оппозиционные партии вам и говорили, что нельзя в таком виде принимать этот законопроект, потому что и региональный, и федеральный производитель нашего российского контента, наш спутниковый кабельный оператор пострадает, муниципальное телевидение пострадает, региональное может существование своего прекратить. Ровно это и говорили. Вопрос, что изменилось? Либо Народный фронт медленно принимает решение и думает по законопроектам, либо вы не хотите слышать все-таки оппозицию? Ольга Викторовна, Тивафиев, пожалуйста. Владимир Владиславович, отвечаю на ваш вопрос. Есть логика закона, эту логику мы сегодня никаким образом не меняем. Мы сегодня не отменяем закон. Увидев сегодня ситуацию, что тот продукт, который производит региональные, муниципальные каналы, на сегодня она не конкурентна для продажи, и они не могут продать свою продукцию операторам, которые будут вещать в кабеле или спутнике. Сегодня мы помогаем им удержаться на рынке, и во-вторых, мы пытаемся сохранить информационное поле. Есть общемировая практика и общие законы рынка рекламы и общие законы рынка средств массовой информации. Канал, вещающий в кабельном или спутниковом операторе, получает деньги не с рекламы, а с того, что он получает процент от оператора, который его подключают. Мы на профильный комитет Государственной Думы приглашали несколько каналов, которые вещают на сегодня национальный контент, федеральный. Они действительно живут за деньги, получаемые с оператора. Но сегодня мы действительно стали в ситуации, когда многие муниципальные и региональные каналы перешли на современную возможность доставки сигнала. Кабель и цифр и спутник – это современные способы доставки сигнала. Пострадали или тем или иным образом не все субъекты, ни один канал на сегодня, ни региональный, ни муниципальный, поверьте, не закрылся. Они нашли другие способы. Поэтому сегодня мы лишь говорим о послаблении тем, кто на сегодня для сохранения информационного поля. Спасибо. Николай Федорович Ябов. Ольга Викторовна, мы все прекрасно знаем, как пагубно и раздражительно действует реклама телевизионная, когда зрители смотрят телевизионные каналы. И многие говорят, закрылась бы эта реклама. Но мы знаем, что реклама того или иного товара и той или иной продукции включается в себестоимость этой продукции, которую, когда вы покупаете где-то, а вы уже оплачиваете. Я веду мысль к тому, что не лучше ли вообще, так сказать, отказаться от рекламы, а включить платные телевизионные каналы. И если хороший телевизионный канал, купив эфирное время, я его смотрю. Нехороший, бог с ним пусть умирает, он сто лет не нужен. Вот как вы смотрите на эту тему. Спасибо. Ольга Викторовна, пожалуйста. Уважаемый Николай Федорович, вы абсолютно правы. И вы сейчас, в принципе, объяснили логику закона, который мы с вами принимали здесь в июле, в этом зале. Мы говорим о том, что телезритель, один раз заплатив за подключение в кабель или спутник, не может платить дважды, еще раз смотря рекламу. На тех же кабельных или спутниковых каналах, как вы знаете, есть понятие а-ля карт, когда ты можешь заказать любой фильм или любую программу, которая сегодня есть. И вы абсолютно правы. Платить зритель может один раз. Но сегодня действительно в регионах страны, где есть кабельное вещание, посредством которого вещают муниципальные каналы, в которых 30 тысяч населения или там 100 тысяч населения в городе, стоит действительный вопрос потери информационного поля и потери информационного пространства. Если каналу не платят деньги местный мэр или губернатор, выжить без рекламы ему невозможно. Поэтому мы сегодня говорим, коллеги, мы даем вам возможность зарабатывать, потому что нам важно, чтобы были местные новости, местные рассказы о местных законопроектах, местный рассказ о местных товаропроизводителях, вопросы местных людей и рассказ о местной жизни. Федеральные каналы это не покажут. Поэтому если вы хотите, чтобы мы вам дали возможность экономической, социально-экономической самостоятельности, мы просим тогда вас показывать исключительно местный продукт. Спасибо. Сергей Александрович Доронин. Спасибо. Уважаемая Ольга Викторовна, идея ваша, как автора законопроекта, поддержать производство и распространение отечественной видеопродукции, она понятна. Думаю, что все в зале ее разделяют. Но давайте задумаемся о соразмерности. Я представляю аграрный сектор. Мы много лет просили правительства запретить закупки импортного оборудования хотя бы за бюджетные деньги. Нам говорили, нет, невозможно полностью запретить. Это спорная точка зрения, но она все-таки существует, и она есть. И в других отраслях мы не предъявляем таких требований 100% отечественного производства. Что у нас запрещено перевозить авиаперевозками пассажиров на импортных западных самолетах или компаниях, которые закупают иностранные самолеты. Совершенно непонятно, почему предлагается установить столь жесткое ограничение именно здесь, в столь достаточно узком сегменте, таком, как кабельное телевещание. Что бы там ни говорили, но забудь. Ольга Викторовна, пожалуйста. Сергей Александрович, у вас вопрос понятен, можно я вам отвечу немного по-другому. Всех смущает фраза «исключительно». Я опять вернусь к тому, что изначально главный вопрос, почему мы вносим сегодня поправки, это поддержка муниципальных и региональных каналов, которые вещают в кабеле или спутнике. Хотя сюда же подпадают и федеральный, уровень, мы его не убираем. Почему все-таки исключительно? Потому что, когда мы промониторили, что показывают местные, муниципальные, региональные каналы, оказалось, что практически на 90-95% это местная продукция. Мы сейчас говорим, нам нужна информация о том, чем живет регион, какие проблемы, какие нормотворческие акты принимаются в том или ином городе, как работают правоохранительные органы. Мы сегодня говорим о экономической самостоятельности этих каналов, потому что это сегодня возможность информационного пространства. Невозможно существовать в регионах только каналам, которые поддерживают местный мэр и губернатор. Мы говорим в том числе и о негосударственных СМИ. Но почему все-таки исключительно? Сегодня мы слышим много предложений, давайте, 50 на 50, 75 на 25. И местные каналы маленьких городов, которые говорят, нам не за что жить, говорят, а вы знаете, если мы поставим мультики или фильмы иностранные, нас будут больше смотреть. Мы сегодня хотим, чтобы местные каналы производили качественную продукцию и их смотрели не потому, что они покажут мультики Диснея вместо «Ну погоди», или покажут фильм «Рэмбо» или «Красотка» вместо нашего ворошиловского стрелка. В принципе, к местным каналам закупка иностранного контента в меньшей степени имеет отношение, потому что нет денег в городе, где 30, 50, 150 тысяч человек закупать иностранный контент. Мы за поддержку наш, отечественных. Ну а на федеральном уровне остается право и возможность, если ты показываешь исключительно национальный контент, а таких нишевых каналов сегодня огромное количество. Мы приглашали их и на профильный комитет. Они живут за счет денег, которые они получают от кабельного или спутникового оператора. А рекламная возможность, если продукция будет исключительно наша, дает им возможность заказывать качественную свою нашу продукцию, свои фильмы, свои научно-популярные фильмы, свои беседы, свои рассказы о людях. Но мы этим, давая возможность нам, зрителям, дважды платить, говорим, ну показывайте нам тогда качественный продукт. Именно с этим связана фраза исключительно, которая есть в законе. Тамара Васильевна Кликнева. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос к Ольге Викторовне. Вы знаете, когда вы докладывали, я так поняла, что продукция национального производства порадовалась, что это и есть реклама о нашем производстве. Потом, когда докладывал вас, ваш из комитета депутат, он сказал, что эта продукция исключительно на русском языке. Значает ли это, что на русском языке можно рекламировать продукцию теперь и на региональных каналах, и везде, как везде, продукции иностранного производства? Что очень нежелательно. Кстати, смотрели бы рекламу противную людям, смотрели бы, если бы она рекламировала нашу продукцию, наше производство, а не то, что мы видим с вами. Ольга Викторовна, пожалуйста. Можно я внесла маленькое уточнение? Мы действительно вводим такое революционное, новое сегодня понятие для средств массовой информации. Называется оно национальная продукция СМИ. Что под ним подразумевается? Еще раз для понимания. Это продукция, которая создается гражданами Российской Федерации или организациями, зарегистрированными в восстановленном порядке на территории России или по заказу российского средства массовой информации на русском или других языках народа в Российской Федерации. Ну и дальше. Посмотрите, пожалуйста, закон, который сегодня есть. О чем идет речь? Продукция создается в том числе в соответствии с международными отношениями, она может создаваться на всех языках. Вопрос идет к тому, что нам будут показывать. Речь идет не об исключительно национальной рекламе, а об исключительно национальной продукции, которая СМИ будет показывать. СМИ будет заказывать фильмы, заказывать программы. Исключительно это должны быть граждане России по заказу наших средств массовой информации. И когда инвестиции туда должны быть не меньше 50%. Я с вами согласна на 100%, что реклама местного товаропроизводителя, она нужна и важна. И могу сказать, что на самом деле реклама – это двигатели торговли и прогресса. Но сегодня, для вашего понимания, мы говорим не о национальной рекламе, которую мы производим сами исключительно, а о том, что мы размещаем каналом размещать рекламу, которая не нарушает закон о рекламе, каналом, который вмещает исключительно нашу продукцию, произведенную нами и за наши деньги. Спасибо. Дмитрий Гнянович Гудков. Спасибо, Кольге Викторовне. Вопрос. Как коллеги уже отметили, полгода назад было одно решение, теперь совершенно противоположное решение. Но мы знаем, что первый законопроект активно поддерживал господин Лесин, глава «Газпром-медиа», который считается у нас одним из ключевых игроков на рынке рекламы. А недавно произошла отставка его, и вот вы предлагаете теперь совершенно новую концепцию. Участники рынка интересуются, связаны ли эти как-то два события. Спасибо. Ольга Викторовна. Дмитрий Геннадьевич, как лично, как человек и как сегодня автор законопроекта «Я не знакома с Лесиным», видела его несколько раз по телевизору, будучи телевизионным журналистом и готовя ту самую национальную продукцию, работая в местных новостях на Ставропольском телевидении. Хочу сказать, что мы мониторили ситуацию весь этот год. В ноябре, как Общероссийский народный фронт, мы проводили огромное мероприятие с участием представителей региональных кабельных операторов из региона в городе Пятигорске. И поверьте, отставка Лесина произошла через несколько месяцев после того, как мы встречались. Связаны ли эти понятия? Не хочу играть в политику. Сегодня стоит вопрос поддержки медиарынка регионов. Спасибо. Александр Георгиевич Тарновский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вопрос к докладчику. Уважаемая Ольга Викторовна, содержательный подход, положенный в основу вашего законопроекта, понятен, поэтому фракция «Справедливая Россия» планирует поддержать настоящий законопроект. Вопрос все-таки, учитывая, что текст законопроекта трехстраничный в юридическом ее исполнении, вы вводите понятие «национальная продукция СМИ». Вводите эту статью в статью 2 закона о СМИ, основные понятия, где пишется «для целей настоящего закона» и даете это понятие. Дальше по тексту «в законе о СМИ ничего про это не говорится». А содержательно это используется, это понятие «в законе рекламе». Так может быть не нужно в закон о СМИ вносить это понятие, а внести это в понятие «в законе о рекламе». Так мне кажется более логично или я не прав, что говорили по этому поводу юристы. Спасибо. Ольга Викторовна. Я хочу сказать, что на заседании профильного комитета это действительно есть одно из нареканий. Юристы предлагают сегодня, возможно, перенести это в закон о рекламе. Сегодня здесь это вопрос к юристам. Нам важна принципиальная позиция, в случае принятия первом чтении ко второму все именно юридические моменты будут учтены. Спасибо. Максим Александрович Чапинов. Уважаемая Ольга Викторовна, вот от вас такой послуп прозвучал, что перед тем, как нести этот законопроект, вы провели серьезные консультации с профессиональной средой, и как раз это та история, когда им выгоднее показывать мультики и другие фильмы на иностранном языке иностранного производства. Скажите, пожалуйста, а вот полгода назад, когда принимался альтернативный законопроект, вы эту работу не проводили, что ли? Спасибо. Ольга Викторовна. На сегодня есть общемировая практика, о которой я уже говорила, как зарабатывают и на чем зарабатывают средства массовой информации. Я могу сказать, что даже сегодня после внесения законопроекта за несколько дней я услышала большое количество и долю лукавства, и в частности эти темы поднимают федеральные каналы, которые хотят опять дважды заставить нас платить. Поэтому тогда мы исходили из защиты нас, как зрителей, и смотрели на практику, которая есть, что кабельный оператор за подключение платит каналу. Когда увидели, что действительно продукция наших муниципальных и региональных каналов, она неконкурентна для продажи и с них наоборот берут деньги. И когда мы увидели ситуацию, что действительно у нас идет потеря информационного пространства, мы сегодня стоим на защите муниципальных и региональных каналов. Но я еще раз хочу сказать, что даже сегодня профессиональное сообщество пытается иногда лукавить. Даже сегодня профессиональное сообщество пытается отлоббировать ряд своих интересов, заявляя в том числе и в информационном пространстве и давая оценки закону, вместо того, чтобы прийти и предложить конкретные решения. Я приведу лишь один пример. Нам муниципалитеты, местные муниципальные каналы сказали, спасибо вам огромное, мы почти на 100% показываем все наши местные, местные новости, местные программы, рассказ о местных товаропроизводителей, это все наше. Как только мы говорим, хорошо, мы разрешаем вам рекламу, мы даем вам возможность быть экономически самостоятельными, потому что нам действительно важна информация объективно и нам важно сохранить не государственный пул, что крайне важно в нынешних, сегодняшних экономических условиях в том числе. Это рабочие места и информационное пространство. И тут же маленькие каналы, которые вещают все свое, нам заявляют, не-не-не, вы нам разрешите на 50% еще иностранной продукции, так рейтинги будут повыше. Коллеги, еще одна из целей нынешнего закона сегодня подтолкнуть, конкурентно подтолкнуть к созданию качественной своей собственной продукции. Реклама… Спасибо. Михаил Иванович Сердюк. Спасибо. Конечно, поддерживаем, что увидели ошибку, исправляем, это здорово. И сегодня вот Ольга Викторовна говорила о том конкурентном рынке, потому что, ну, мое личное убеждение, что только конкуренция сможет сделать эту продукцию. И, честно говоря, я убежден из вашего выступления сегодня, что мы не остановимся на местных, региональных каналах, а качество продукции будет меняться и на федеральных каналах. Сегодня есть большая проблема, и, ну, даже бесспорно для сидящих в зале, что лучше, фильм «Красотка», ну, кстати, достаточно хороший, ну, или какой-нибудь «Банда-2», там, «Побег с зоны-3», «Минты-4», вот, которыми, ну, пестрят наши каналы. Это отечественная, национальная продукция, но она ужасная. Да, есть любитель, но она развалит общество, она страшно воспитывает нашу молодежь, и надо этим заниматься. Это действительно большой вопрос. А я бы хотел уточнить о региональных и местных, про властные каналы. Что вы будете делать с теми каналами, типа телеканал Югра, на которые власти тратят 800 миллионов рублей в год? Будем регулировать, будем ли заниматься этим вопросом в дальнейшем? Ольга Викторовна. Коллеги, хочу сказать, что Михаил Иванович на самом деле один из авторов собственного закона, который внес изменения, ну, предлагает тоже внести изменения, но его закон исключить из понятия запрета рекламы муниципальный и региональный. Мы все-таки хотим никого не ущемлять и пойти дальше. Сегодня это тоже один из наших соавторов, хотя это человек, присоединившийся к Общероссийскому народному фронту. Что хочу сказать насчет государственных каналов, которые вещают за деньги местных мэров, губернаторов, точнее, за наши с вами налоги. Я хочу сказать, что в этом смысле все расставит рейтинг, время и мы все с вами. Когда нам каждый день показывают человека, который перерезает ленточки каждый день, и какой он красивый и хороший, а ты выходишь на улицу и понимаешь, что ты живешь в другой стране, и все то, что он сказал, это неправда. И когда цифра, которую вы сейчас называете, которая тратится на одну местную телекомпанию, не бьется с деньгами, которая выделяется на переселение из ветхого фонда или начинается снижение роста зарплат учителей, к примеру, поверьте, это все отрегулирует само общество, это все сегодня на совести этих мэров и губернаторов. Мы, как зрители, можем просто не включать этот канал, и тогда цель трансляции не будет достигнута. Спасибо, Александр Владимирович Потапов. Уважаемая Ольга Викторовна, в интернете много трактовок, вот тех идей, которые сегодня обсуждаются, разных, и сегодня даже у нас в зале по русскому языку разные трактовки. Я прошу вас, вот скажите мне так по-простому. Вот я, допустим, плачу за местный кабельный канал, который транслирует ненациональные, ну, футбольные матчи там с ненациональных стадионов, да, ну, тут уж все труба, с рекламой надо смириться и так далее. А если я плачу за другой канал, где транслируются российские там фильмы, какие-то продукции местных, так сказать, студий и так далее, то будет мне реклама, не будет. Вот в чем тут, кто будет вот эти вот 50 процентов оценивать? Поясните, пожалуйста. Ольга Викторовна, пожалуйста. Коллеги, на самом деле основной полузаконопроектов, который мы принимали в сфере СМИ, мы складывали на плечи Жарова, это Россвязьнадзор, Роскомнадзор точнее. На сегодня нашим законодательством мы предполагаем сферу ответственности переложить на федеральную антимонопольную службу, потому что в большей степени это касается рекламы. Насчет вашей темы, которую вы задали. Вы включаете канал и смотрите, заплатив за него, только в том случае вы увидите там рекламу, если там будет наша местная качественная продукция. Кто будет оценивать, является ли продукция исключительно продукцией национальной средства массовой информации, федеральная антимонопольная служба, как сегодня. Пока в полномочиях у нее это нет, но мы прописываем сегодня, это в том законопроекте, который есть. Спасибо. Владимир Романович Родин. Спасибо большое. Ну, на самом деле, в продолжение похожей идеи Александра Владимировича, мы с ним не обменивались. Тем не менее, мне кажется, вот этот 50% и более какой-то компромиссной цифры не вполне понятны, почему именно 50, почему не 70. И вот эта вот бюрократическая составляющая по оценке, какая-то методика прилагает, подразумевается по оценке этого, или вот как мысли автора этого законопроекта реализовывать эту мысль. Проведены ли консультации с антимонопольным органом по этому поводу? Ольга Викторовна, Тимофей. Мне очень приятно, что меня уже столько раз назвали уважаемым человеком. Можно я немного проясню еще раз вот ту цифру 50, которая всех смущает, и похоже, мы до конца так и не уснили с вами, что происходит. В законе мы говорим, мы разрешаем рекламу на каналах, которые вещают через кабель или спутник при исключительно трансляции национальной продукции средства массовой информации. Фраза «исключительно» это 100%. И эти 100% нет ли нарушений будет решать федеральная антимонопольная служба. Что такое цифра 50? Когда мы вводим понятие национальной продукции СМИ, мы указываем, что это продукция, которая создается нашими физическими и юридическими лицами по заказу наших средств массовой информации. Но на русских или языках народов России. А что такое цифра 50? Это когда иностранные инвестиции в производство продукции, которую заказала наша отечественная СМИ, не превышают 50%. Поэтому цифра 50 сейчас смущает. В целом мы говорим исключительно только то, что произведено нами в нашей стране за наши деньги. Спасибо. Вопросы все заданы. Кто хотел бы выступить, включить режим записи? Уже договорились по одному от фракции или нет? Еще не договорились. Сейчас посмотрю список. Покажите список. Звучали уже по одному. А тут и получается меньше. Спасибо. Ильдар Иракович Гельмуддинов. Важаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, я поддерживаю данный законопроект. Но хотел бы несколько слов сказать, исходя из того опыта работы, которая имеется в Республике Татарстан в том числе. Сейчас внесен законопроект. Конечно, это реакция на тот наш прошлогодний законопроект. Он его не подменяет, он на самом деле его ослабляет, он на самом деле поправляет, дает возможность все-таки не умирать региональным муниципальным каналам. И то, что они будут более внимания уделять по созданию национального продукта, это очень важно, это очень нужно. Меня всегда тревожило, и когда у нас на наших каналах мы всегда смотрели американские или зарубежные только фильмы, которые никакого патриотизма нашего подрастающего поколения не вызывают. Но тем не менее, я хотел бы одно сомнение все-таки высказать, потому что тот контент, который они формируют, наши муниципальные и региональные каналы, только одними национальными контентами мы не заполним. Не смогут они этого сделать, и у них будут большие проблемы. И в связи с этим то предложение, которое сегодня здесь звучит, о том, что всё-таки не менее 50% продукции можно было бы использовать зарубежного контента, наверное, можно было бы и правильно. Надо понимать, что это не фильмы какие-то, которые вот только что я говорил, а почему спортивные программы, концерты, в том числе и очень хорошие сериалы, которые вот мы, например, у нас на нашем региональном канале, турецкие сериалы, которые нравятся нашему населению, бразильские сериалы, я не знаю, индийские фильмы, которые смотрятся, почему мы от них отрезаем наше население. И уважаемые коллеги, ещё раз говорю, вот буквально завтра, послезавтра не смогут наполнить наши региональные и муниципальные каналы этот свой объём. Поэтому ещё раз, может быть, в рамках второго чтения можно было бы посмотреть эту ситуацию. И тем более надо сказать, что ряд всё-таки федеральных эфирных каналов имеют, будут иметь и зарубежный контент, и будут иметь рекламу, то есть они есть, они присутствуют, и поэтому такое неравенство, то есть мы только вот регионально и муниципально этого всего лишаем, конечно, это неправильно. Поэтому поддерживая в целом, хотел бы, если возможно, нашим уважаемым комитету и коллегам ещё раз посмотреть эту позицию. Спасибо. Вадим Евгеньевич Денгин. Микрофон. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Да, действительно, сказано сегодня и задано вопросов достаточно много. Фракция ЛДПР концептуально поддержит данный законопроект о первом чтении. Конечно, нужно дорабатывать его. Давайте задумаемся. Сегодня и депутат Гельмундинов, и депутат Сердюк подняли вопрос о нежелании наших граждан вообще смотреть рекламу. Насколько она им интересна, насколько интересен российский контент, который производят наши отечественные режиссёры фильмов, режиссёры программ, передач, шоу и всё остальное. Ведь мы работаем прежде всего для наших пользователей, для наших граждан, насколько им интересно будет это смотреть. Отсюда надо, наверное, отталкиваться. Другой вопрос. Ставку то, что мы делаем на заинтересованность продажи российского контента, понятно. Вопрос, связанный с патриотизмом, с импортозамещением, всё это понятно. Всё это мы приветствуем, всё это за. Но в вопросе рекламы не приведёт ли это к тому, что какие-то структуры, вот сегодня поднимался вопрос по сельскому хозяйству, кто-то захочет рекламировать своё мясо, всех ли будут пускать, всех ли будут пускать по продаже сыров и другого отечественного контента. Кого-то, может быть, обрежут эти условия, кто-то не сможет попасть. И мы опять с вами столкнемся с проблемой, что люди в интернете будут активно это обсуждать. Меня пустили, а меня не пустили. Хотя вроде всем можно выставлять свои ролики с рекламой соответствующего российского товара. Поэтому, конечно, стоит, наверное, во втором чтении доработать, повнимательнее отнестись. Но ведь у ЛДПР есть канал свой, ЛДПР-ТВ. И мы тоже были недовольны, когда нас обрезали данным законопроектом. Мы тоже хотим жить. И мы тоже хотим прославлять свой канал, который доставляет информацию о работе партии, о работе активистов, о всем остальном. И также мы хотим жить за счет рекламы. Но вопрос в том, что какой это будет контент российского производства, это вопрос еще будущего. Поэтому концептуально поддерживаем первое чтение. Надеюсь, устраним все эти проблемы в период разговоров в комитете. Спасибо. Спасибо. Тамара Васильевна Плетнева. Спасибо. Хочу сразу сказать, что наша фракция поддержит, а я, наверное, нет. Знаете, вот у меня двое... Вы от фракции выступаете, Тамара Васильевна. Я выступаю сама по себе, но от фракции. Ну хорошо. Значит, три минуты только. Спасибо. Знаете почему? У меня очень двойственное отношение. Я понимаю, кому эти деньги пойдут. Это человек, который владеет на местах теперь этим, центром будет владеть и так далее. Я знаю, что мы сегодня смотрим на местах местное телевидение. Это в основном местные какие-то нам сообщения типа известий. И не только обязательно там, если ленточки переезжает, Ольга Викторовна, это замечательно, это значит, что-то у нас строится, и мы рады это смотреть. А вот если превратиться это в такие же, как центральное телевидение, такие же передачи, с такими же рекламами. Я-то слушала вас, радовалась, думаю, национальный продукт. Я подумала, только российский. А это ведь человек, он россиянин, он работает в СМИ, но он может ведь любую продукцию рекламировать. Он подаст и будет показывать, как нам показывают шампунь, там показывают нам для зубов пасты разные, но и тоже 150 раз в день уже тошнит. Поэтому мы все говорим про деньги, а вот про человека мы забываем, понимаете? А человек ведь самое главное. У нас находились бюджетные средства, находились, да, я понимаю, что это для бюджетов местных, может и накладно, но они находились, и мы смотрели это местное телевидение, в основном сообщения, а все остальное с центрального. Я не согласна также с тем, что должно быть только все, так сказать, показано, все передачи только про Россию. Мы должны мир видеть, мы должны иностранные видеть какие-то передачи, чтобы знать и понимать. Поэтому 50 на 50 меня не смущает. Меня только реклама вот эта вся смущает. Ведь вы посмотрите, фильм мы смотрим, фильм, который полтора часа идет, мы смотрим три часа. А мы принимали уже сто раз законы. 20 минут, больше не имеете права показывать. Только через 20 минут реклама, а у нас через пять. Пять минут фильм, пять реклама. Это же, понимаете, это же деньги, которые еще раз говорю. Спросите сейчас любого репортера. Они нас останавливают и говорят, у вас такая зарплата. Я говорю, а у вас, наверное, меньше. Вы посмотрите, какие деньги идут на СМИ. Да мы их не получаем. Это, знаете, это наш хозяев, а мы только вот таскаем вот эти вот наши все инструменты, которые помогают нам снимать, и вас в том числе. Поэтому, конечно, заботиться о том, чтобы на местах развивалось, это вот наши информационные программы, но это не значит, что они должны конкурировать именно с центральными. Это было бы смешно. Мы и так разделили регионы уже, знаете, на отдельные. Вот вот. Спасибо. Ольга Викторовна, вы еще раз хотите сказать? Ну, минуту вам дадим, вы много успели сегодня сказать. Пожалуйста, Ольга Викторовна Тимофеева. Коллеги, для понимания, от быстроты принятых решений, внесенных поправок, которые у вас сегодня есть, зависит четырехтысячный коллектив телевизионных журналистов, в первую очередь региональных и муниципальных телекомпаний, потому что сегодня мы становимся на их защиту. Не путайте, мы не говорим о нашей местной только рекламе, произведенной только у нас и только показывающей наш товаропроизводителя. Мы не говорим, как сейчас говорит Тамара Васильевна, о том, что это будут только информации о нашей России. Мы говорим о том, что про мир нам будут рассказывать наши журналисты, фильтруя и понимая, что нам на самом деле дают объективную информацию, а не вбрасывают к нам то, что хотят нам показать. Поэтому у меня просьба, если есть какие-то поправки конкретные, внести их сегодня и крайне оперативно, потому что мы хотим в ближайшем времени дать посыл от Государственной Думы, как выжить в регионах негосударственным СМИ, за которые сегодня мы выступаем, за их поддержку. Спасибо. Спасибо. Леонид Леонидович Левин. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Буквально небольшой комментарий, чтобы было понятно для коллег. Еще раз хотел подчеркнуть, что внесение этого закона не связано ни с какими отставками и назначениями. Действительно, работа велась всю осень с представителями отраслевых союзов, кабельных и спутниковых ассоциаций. Также хотел специально для Тамары Васильевны еще раз сказать, что этот законопроект простым языком не касается рекламных роликов, он касается исключительно того контента, который вы видите. Телепередач, новостей, фильмов и музыки. И, наконец, последнее. Действительно, в комитет сейчас поступает от ослевых ассоциаций, от разных менеджеров и союзов предложения о изменении доли национального контента. Комитет внимательно рассматривает поступающие предложения и к понедельнику подготовит свои поправки. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. По ведению Александр Борисович Василенко. Сергей Евгеньевич, для протокола по седьмому вопросу Василенко голосовал за. Спасибо. Прошу учесть. Коллеги, перерыв до 16.00. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...